Добрый день, уважаемые кингисевцы, выбирали губернатора Ленинградской области, поэтому я сегодня хотел бы зачитать, еще раз напомнить результаты выборов и немного поговорить о них, сделать некоторые выводы и построить планы на будущее. Поэтому позвольте мне ознакомить вас еще раз. На выборах у нас были следующие результаты. Александр Габитов набрал 1,47% голосов кингисевцев, Николай Кузьмин 6,21%, Андрей Лебедев 2,86%, Александр Перминов 3,30%. Самое большое количество голосов избирателей набрал Дрозденко Александр Юрьевич, и наша цифра составила 84%, 29%. Результат выше областного уровня в области проголосовали за Александр Юрьевича 82,1%. В револю губернатора Ленинградской области поддержали 17 тысяч кингисевцев, что составило 31,92%. Почти что 32% кингисевцев пришли на избирательные участки. У нас всего имели право прийти и проголосовать на этих выборах за губернатора Ленинградской области 63 тысячи населения. Из них, к сожалению, пришло только лишь 17 тысяч кингисевцев, которые проживают в городе Кингисеппе, в городе Ивангороде и в наших сельских поселениях, в 9 сельских поселениях. Еще раз повторюсь, в целом явка по Кингисеппскому району составила 32%. Лучше всех пришли и проголосовали по явке, подчеркиваю. Я буду называть первые три места, максимум четыре, и последняя серединка. Она есть серединка, понятно, какие-то цифры. Лучше всех по явке пришли и проголосовали в Ниждзевское сельское поселение. 58% населения пришли на выборы. Это намного выше, больше, чем на 20%, чем в среднем по району. На следующем месте было Вистинское сельское поселение. 53% явка. Дальше у нас идут Фоливеевское сельское поселение, 46% явка. И Пустомерское сельское поселение наравне с Большелудским, наравне с Котельским. По 40% явки. Теперь хотелось бы озвучить, как мы проголосовали за, теперь уже можно сказать, за губернатора Ленинградской области, Дрозденко Александра Юрьевича, в разрезе тех же поселений. Напомню, что мы проголосовали за Александра Юрьевича из общей явки 32%, 84,29% проголосовали за Александра Юрьевича, Дрозденко. Лучше всех большинство в Пустомерском сельском поселении 92% проголосовали за Александра Юрьевича. В Котельское сельское поселение 91% проголосовали за Александра Юрьевича. В Кингисепско-городское поселение 86% проголосовали за Александра Юрьевича. Это выше показателя, чем в среднем по району на приличное число процентов. Кто у нас оказался в аутсайдерах по числу за будущего губернатора, за состоявшегося губернатора Дрозденко Александра Юрьевича? В аутсайдерах у нас Палилеевское сельское поселение 77% проголосовало за Александра Юрьевича. Нежновское сельское поселение 78% проголосовали. Хотя я напомню, в Нежновское поселение явка была больше всех по району 58%. 86% егисепско-городское поселение. Ой, извините, мы же... И, естественно, я назвал Фалилеевское сельское поселение, Нежновское, извините, сбился поселение. И у нас Ивангород. Ивангород 79% за Дрозденко Александра Юрьевича. Вот такая картина у нас сложилась. По Кингисепскому району два города, Кингисеп и Ивангород, проголосовали ровно по 29%. Явка 29%, поэтому с городами надо еще работать и работать. Результат для нас, конечно, не очень ожидаемый. Мы рассчитывали, что большее число кингисепсов поддержат эти выборы, потому что за прошлые годы мы вместе с правительством Ленинградской области сделали очень многое. Я на многих пресс-конференциях рассказывал о тех проектах, о тех достижениях, которые сделаны в городе Кингисеппе, в городе Ивангороде, в сельских поселениях, какие масштабные ведутся работы по социальным объектам, по дорожному строительству, по многим направлениям, которые ежедневно мы нуждаемся, ежедневно мы где-то критикуем, где-то одобряем эту работу. Но с учетом того, что нас поддержало небольшинство кингисепсов на этих выборах, не пришли, в силу, может быть, многих объективных причин, субъективных причин, но хотелось бы обратиться к кингисепсам, в первую очередь, к тем, кто пришел на выборы. Уважаемые кингисепцы, огромное вам спасибо от лица администрации кингисепского района, что вы нашли возможность прийти в этот выходной, солнечный день, проголосовать за ваш выбор, который вы сделали в этот день. И особенно мне хотелось бы обратиться к тем кингисепсам, которые в силу разных причин, может быть, не часто ходили на выборы, но именно в этот день откликнулись, пришли и заняли активную социальную позицию, высказали свое мнение за того или иного кандидата, результаты только что я вам зачитал. И это для нас очень важно, для муниципальной власти, для администрации кингисепского района очень важно, чтобы кингисепцы были на выборах, потому что мы с кингисепцами общаемся и у нас есть большие далеко идущие планы. И если кингисепцы не приходят на выборы, вот, к сожалению, их большинство, которые не пришли на выборы, но они амбициозны, они требуют от нас очень многого, требуют благоустройства, требуют много разных мероприятий в здравоохранении, образовании, социальной поддержке населения и многое-многое другое. Мы почему-то не пришли на выборы. Уважаемые земляки, цифры, которые я сегодня продиктовал, озвучил заново, многие уже с ними ознакомились в интернете, со средствами массовой информации, в наших газетах, СМИ. И я их повторил только потому, и сегодня вышел в эфир, что мне хотелось бы, чтобы мы кингисепцы одинаково все относились к нашей территории, к кингисепскому району. Мы понимали, что мы живем не в анклавном мире, а в составе большой, дружной Ленинградской области. Что Ленинградская область протягивает руку в самых сложных социальных вопросах, которые есть на территории и всегда откликается на любые вопросы, особенно связанные с системой ЖКХ, где у нас изношено оборудование, изношены сети. Мы постоянно просим область нас поддержать в финансировании в каких-то чрезвычайных ситуациях. И нам всегда идут навстречу, нам всегда 100% идут навстречу. Я хотел бы, чтобы в будущем мы более осознанно подходили. Современный мир этого требует, требует как никогда социальной активности населения. Население пришло и высказало свою позицию. За Габитова, за Перминова, за Дрозденко. Но все пришли, кто пришли, и высказали свое мнение. Поэтому мы очень надеемся, что будем услышаны большинство кингисепцев. Я хочу сказать, что время летит очень быстро. И буквально уже осталось меньше года до выборов в Государственную Думу. И здесь я вкратце хотел бы остановиться на том, что на этих выборах будет особое значение дано стабильности российскому государству. От слаженной работы Государственной Думы зависит и внутренняя политика, и внешняя политика Российской Федерации. Вы все смотрите телевизор. Я не буду забегать куда-то совсем давно, что было при Госдумах в Российской Федерации, при других режимах. Но давайте посмотрим вчерашнюю Раду в украинском правительстве, где идут драки, где творчество и законодательство никаким образом не работает на благо украинцев, а работает только во вред своему народу, где каждый день в Раде происходят драки, криминальные разборки и все другое. Вот этого мы с вами, мы с вами здесь, в Кингисеппе, в Ленинградской области, в России, мы, граждане-избиратели, кому дано право делать свой выбор, не должны допустить. Я вот это сейчас говорю за год до выборов в Государственную Думу. И это буду говорить, и это буду повторять на протяжении всего года, потому что мы голосующие Кингисеппе за то, чтобы Россия была сильной, как внутренней, так и внешней. Если бы у нас не было сегодня такой сильной власти Российской Федерации, я не уверен, что бы мы жили вот так, как мы сейчас живем, даже при том, что стало немного тяжелее. У нас, возможно, были бы свои Майданы и многое-многое другое. Уважаемые Кингисеппе, мы это не должны допустить. Давайте вот с сегодняшнего дня задумаемся о том, чтобы Россия была крепкой, что России нужна крепкая Государственная Дума, как она была многое время, десятилетия уже прошедшее. Мы не видели ни разу ни одной драки, ни одних разборов Государственной Думы, а только видим правильное законодательное движение на стабильность внутри государства, на силу государства на внешних рубежах. Поэтому от нас с вами будет зависеть будущее России, будущее наших детей. Хочу надеяться, что следующие выборы Кингисеппе выразят свое влияние, мнение на будущее России. Еще раз низкий поклон и спасибо всем Кингисеппе, кто пришли на выборы. И еще раз большое обращение ко всем, к молодежи, к старшему поколению, которые не ходят на выборы. Не ленитесь, придите и проголосуйте. Большое всем спасибо, хороших выходных дней. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...